Ещё в детстве было понятно, что я родилась музыкальным ребёнком, потому что, когда мне ещё не было двух лет, по телевизору прозвучала какая-то музыкальная заставка. И я ещё не совсем умела говорить, но уже её повторила с точности нота в ноту. И как-то вот моя семья услышали, что я музыкальный ребёнок, и отдали меня музыкальную школу. Вот мне было семь лет, и как-то всё пошло связанное с музыкой в моей жизни. К Богу моя семья пришла в 2002 году. Мой дядя был раньше наркозависимым. И у нас была большая проблема в семье. И он пришёл в реабилитационный центр, который был пред нашей церкви. И сначала мы пришли просто, чтобы его поддержать. И вот стали ходить из воскресенья в воскресенье, потому что это была единственная возможность его увидеть в церкви. И потом как-то Бог коснулся нас. И сначала, да, это была просто поддержка Его, а потом мы искренне полюбили Бога. И вот вся наша семья небольшая, она просто разом покаялась. Мы пришли в церковь, вот так познакомились с Богом, и теперь с Ним живём. Я всегда, пользуясь случаем, говорю, что сегодня это мой дядя, это пастор. Он директор этого реабилитационного центра в городе Прокофьевск. И прекрасный отец пятерых детей, хороший семьянин. И это такая гордость для нас, что через Него была явлена слава Божия в нашей жизни и спасена вся наша семья. Через такую проблему мы обрели спасение. Наверное, вот когда я пришла к Богу, мне было 10 лет. И я, собственно, и поняла, для чего мне была дана эта музыка. Потому что, ходя в музыкальную школу, я не совсем понимала дальнейшую перспективу, что ли, своей музыкальной деятельности. Потому что все мои близкие говорили, это так здорово, ты можешь работать учителем в музыкальной школе или музыкальным педагогом в детском саду. Но мне это настолько было всё далеко. И живя в маленьком городе, в Сибири, я вообще не видела перспектив музыкальных. Немножко такое имело отчаяние, что ли. То есть я думала, что это просто для души. Но когда я пришла в церковь, когда я услышала прославление, когда я поняла, что этим я могу служить Господу, и, конечно, я поняла весь замысел, я поняла весь замысел Божий и смысл того вообще, для чего Господь мне это дал, чтобы я это использовала в Его славу. Слышится крик, вот жених идёт навстречу. Слышится крик, вот жених идёт навстречу. Поправляю свой светильник, чтоб встречать тебя. Слышится голос моего господина, стучит и говорит, открой, возлюбленная. А я надену хитон и омытыми ногами. Побегу к тебе, побегу к царю, а я надену хитон и омытыми ногами. Побегу к тебе, побегу к царю, а я надену хитон и омытыми ногами. Побегу к царю, а я надену хитон и омытыми ногами. Побегу к царю, а я надену хитон и омытыми ногами. Вот Господин, отправляя страну свою, призвал рабов и поручил имение своё. Один закопал, другие размножили и в радость Господина своего пошли. Вот господин, отправляя страну свою, призвал рабов и поручил имение свое. Один закопал, другие размножили и в радость господина своего пошли. А я пущу хлеб поводом и размножу дары твои, чтоб при встрече принести к ногам твоим. А я пущу хлеб поводом и размножу дары твои, чтоб в чертоги своего царя войти. Царь, для тебя вся жизнь моя без остатка посвящаю сердце мое тебе. Царь, для тебя вся жизнь моя без остатка посвящаю сердце мое. Царь, для тебя вся жизнь моя без остатка посвящаю сердце мое. Встань, возлюбленная моя и выйди. Встань, возлюбленная моя и выйди. Ты зовешь меня, встань, возлюбленная моя и выйди. И выйди, о-о-о, встань, возлюбленная моя и выйди. Честно, сцена для меня — это просто алтарь. Или не просто, а только алтарь, а не сцена. Потому что каждый раз я переживаю, чтобы мое сердце, это как жертва, была положена на алтарь. И когда я выхожу, так как я пою только в прославлении, я нигде больше не пою. И для меня это жертва хвалы, жертва поклонения. То есть то, как я живу неделю, то, как я хожу перед Богом, насколько я храню свое сердце, насколько я в чистоте его содержу и готовлю. И вот для меня алтарь, сцена — это просто плод моего хождения перед Богом. Честно, у меня нет определенной идеи или какой-то цели. Я хочу просто вместе с церковью прославить Господа. Не всегда я чувствую, что я именно ведущая и веду за собой людей, вот именно в хвале. Но я как часть, как часть церкви, как тело Христа, просто которое солирует в данный момент. Для меня на самом деле важно просто почтить Бога тем, что Он мне дал. Я хочу быть в Его уделе, хочу Его прославлять, хочу отдавать Ему, как я пою в своих песнях, чтобы размножать эти дары и пускать их по водам. Это на самом деле так. В воскресенье я просто хочу Его славить, просто хочу приносить себя, вот такой, какая есть, свое сердце. Не всегда оно в радости, не всегда в торжестве в каком-то. Но вот какое есть, вот такую хвалу я хочу приносить Богу. Несмотря на то, что я прохожу в жизни или проходила, или, может быть, сегодня у меня все хорошо, но все равно я Его славлю. Вот воскресенье — это для меня такой особый важный день, на самом деле. Именно музыкальное прославление, оно дает полноту. Потому что музыку, через музыку Бог делает удивительные вещи. Просто музыка, которая исходит из духа, да, из сердца, даже если она без слов, она, я верю, что способна исцелять, утешать. Поэтому, когда мы включаем туда смысл, когда мы включаем туда прославление, или поклонение, или хвалу, или просто слова благодарности Богу, слова любви, это дает такую полноту, когда слова с музыкой соединяются. И я верю, что это особенный такой, изысканный парфюм для Бога, вот такой. Прям как жертва приятная. Когда ты придешь, на весы положишь мою душу, И кто строил дом, и основание его. Когда ты придешь, мое дело сразу обнаружишь, Потому что твой огонь испытает его. И кто строил дом, на основании твоем, То и дело его устоит. А кто строил дом, на основании твоем, То и дело его устоит. И кто строил дом, на основании твоем, То и дело его устоит. А кто строил дом, на основании своем, То и дело его сгорит. Найди меня, верный Бог, Внутри меня огонь горит. Найди меня, верный Бог, Найди меня, верный Бог, Твой огонь меня не опалит. Когда ты придешь, на весы положишь мою душу, Дай мне быть тяжелым, а не пустым. Когда ты придешь, и мои мотивы обнаружишь, Пусть они сияют огнем праведным. Найди меня, верный Бог, Найди меня, верный Бог, Внутри меня огонь горит. Найди меня, верный Бог, Твой огонь, меня не опалит. Найди меня, верный Бог, Найди меня, верный Бог, Вдохновляет меня, на самом деле, Слово Божие. И чаще всего, в основном, 90% песен, которые я написала, они рождались после того, когда меня переполняло, переполняло вот откровение, переполняло вот это восхищение Богом. Каждый раз, когда я читаю Библию, и вот эти чудеса, которые происходили, особенно моя любимая книга — «Песня песней», и просто я понимаю, насколько нас Бог безудержно любит, насколько Он, что Он делает для нас, на что Он готов ради нас, и что Он уже сделал для нас, это Иисус Христос. И вот это меня, конечно, восхищает каждый раз. Для меня вот именно книга «Песни песней» — это такая глубина, в которой Бог не хочет быть только другом, не хочет быть только спасителем, не хочет быть только отцом, но хочет быть всем. Он открыл всего себя. И вот когда я читаю, конечно, всё внутри меня поднимается. Вот в этой любви, в этой благодарности, в этом посвящении. И сразу я сажусь и начинаю читать Библию за музыкальным инструментом. То есть я беру какой-то стих, который меня очень сильно поднял в духе, и дух мой возрадовался. Я сажусь за клавиши и сразу начинаю его пропевать, или какие-то слова у меня, может быть, параллельно идут с тем, что я сейчас прочитала. И вот так рождаются песни. Каждый раз это после моей встречи с Богом через Слово Божье. Я бы порекомендовала быть самими собой. Потому что в наше время сейчас так много стилей музыки, каких-то модных направлений, за которыми можно, на основании которых можно писать песни. Но то, что есть внутри нас, это индивидуальность. Я скажу, что первые песни мои, они были такие, немного прославленческого характера, такие попсовые, что ли, так сказать. Но когда я заглянула в себя, я поняла, что мне так нравятся вот эти народные, фольклёрные, что ли, нотки, вот у меня в них прям просто поднимается дух мой. И такая радость, что я иногда даже не могу сдержать улыбку, когда я пою. Вот. И я нашла в этом такую свою индивидуальность, что ли, свою какую-то… свою честность перед Богом, свою искренность. Может быть, это не совсем модно и современно, но в этом вся я. Поэтому я бы посоветовала быть самими собой, какими есть. Если это рэп, пусть это будет рэп. Если это рок, пусть это будет рок. Если это джаз, пусть это будет джаз. Но это будешь ты и я лично такие, какими нас сотворил Господь. А ты такой прекрасный Жених души моей А ты такой прекрасный Нет тебя роднее А ты такой прекрасный Жених души моей А ты такой прекрасный Мое сердце согрей Я принимаю любовь Принимаю рассвет Принимаю твой день Когда и солнца нет Я принимаю тиши Шелест листьев с утра Принимаю дожди Что природа жила Я принимаю росу Как капли бузжем чугов В потоках солнечных брызг Красу небесных даров Переливается мир От красок дивных твоих И мягкий солнечный свет Лежит в ладонях моих А ты такой прекрасный Жених души моей А ты такой прекрасный Нет тебя роднее А ты такой прекрасный Жених души моей А ты такой прекрасный А ты такой прекрасный Мое сердце согрей Я принимаю твое Я принимаю тебя Ты акварелью любви Во мне рисуешь себя Свой чистый взгляд и мечту Рождая в сердце моем Мазками новой зари Желание день за днем Я принимаю твое Я принимаю тебя Ты акварелью любви Во мне рисуешь себя Свой чистый взгляд и мечту Рождая в сердце моем Мазками новой зари Желание день за днем А ты такой прекрасный Жених души моей А ты такой прекрасный Нет тебя роднее А ты такой прекрасный Жених души моей А ты такой прекрасный Мое сердце согрей Ты прекрасный Ты прекрасный Ты прекрасный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok